Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вас научу, как приготовить очень вкусненькое блюдо на ужин или на обед. Уверена, что вы будете его готовить почаще. Берем 200-300 граммов любого вашего любимого мяса и порезаем его на небольшие квадратные кубики. Мясо, конечно же, будет вкуснее, когда оно свежее. У меня оно, допустим, помороженное, но ничего уж не поделаешь. Когда мясо порезано, так слаживаем его на отдельную тарелку. Потом берем одну луковицу лука и порезаем его на маленькие кусочки. Луковицу можно взять любого размера. Все зависит от того, любите вы побольше лука или нет. Затем, пока идем на сковороду и вылаживаем в ее наше мясо, жарим его на небольшом огне, посыпавши ложечкой сольки и пол-ложечкой черного перца. Все аккуратно помешиваем, чтобы наше мясо пустило побольше сока и было очень вкусное. Покрываем крышкой на 5 минут и, открывши, все мешаем аккуратно, чтобы оно не пригорело. Покрываем еще и, открывши, снова ж сыплем вдобавок ложечку прованских травов. Если вы эти травы не любите, то можете не сыпать. Следом добавляем к мясу наш порезанный лучок. Аккуратно все помешавши, покрываем крышкой на 10 минут. Открывши, помешиваем. И снова покрываем. А тем временем идем на плиту и ставим кастрюлю воды, чтобы поварить макароны. Чуточку посаливаем нашу водичку и, когда уже закипевши, так сыплем в ее наши макароны. У меня это перья, и взяла я их где-то 300 граммов. Немного помешавши, покрываем крышкой и варим их до готовности примерно минут 7. А вообще-то, запомните себе на заметку. Все макароны, что я видела, не варятся больше 10 минут. Так что варите любые макароны, но не больше, чем 10 минут. Когда макароны сварились, то идем в раковину и цедим их от воды через друшляк. Но можете и каким-нибудь своим любым способом. Это не принципиально. Затем, ака, идем к нашему мясу и добавляем к ему наши макароны. И аккуратно все помешиваем. Чуть пожаривши, заливаем наши мясомакаронки коробочкой сливок. Их там примерно 200 граммов. Опять же, все аккуратно перемешиваем. Затем, ака, кидаем одну штучку плавленого сырка. У меня это сырок Дружба. И его там 90 граммов. По-моему, он самый вкусный. Все мешаем и покрываем крышкой на 5 минут. Открывши, берем жменьку зеленого лучка и сыплем его на наше блюдо в сковороде. Все аккуратно мешаем. И тушим это все, чтобы наш сырок растал. Это будет недолго. Не переживайте. Когда наше блюдо уже почти готово, то вылаживаем его сначала на тарелку. Далее ставим тарелку на стол нашим людям. И можно уже смело ужинать или обедать. Спасибо вам огромное, что посмотрели это вкусное видео до конца. Всех благ вам в жизни и вашим близким. Счастья, удачи и крепкого вам здоровья. С огромной человеческой любовью. Ваша Аза.